Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Вы знаете, на фоне того, что задержанные, как сообщают граждане Таджикистана и так далее, я смотрю, что нездоровая очень тенденция формируется, связанная с тем, что... Я сейчас прочитал это уже и в нескольких телеграм-каналах, у нескольких аналитиков. Действительно, связанная с тем, что идет и начинает раскручиваться вопрос про мигрантов. Друзья, хочу сказать вам, в этом случае необходимо попридержать коней. Почему? Потому что, с моей точки зрения, судя по тому, что я читаю аналитиков, в том числе на канале Соловьева, выбор этот был сделан абсолютно не случайно. Я имею в виду теми кураторами, которые устраивали все это. Потому что было прекрасно понятно, это все просчитано здесь до мелочей, что при возможном задержании они свою фантастическую версию о запрещенной террористической в России организации ИГИЛ выдвинут, но она тут же разрушилась, потому что они их задержали, они говорят, нам вербанули через телеграм, деньги предложили. Никто из них не говорит ни про какой ИГИЛ. Еще ночью сегодня весь там Запад говорил об этом. Они же сами опровергли, тех, кого задержали, что это никакой не ИГИЛ. Поэтому просто пытались опять втюхнуть, знаете, какую-то чушь абсолютнейшую. Вот и все. Но прекрасно было понятно, что после задержания будет волна, знаете, такая против мигрантов. Что вот они, смотрите, какой совершают ужас, что они тут делают. И действительно не надо поддаваться этим соблазнам, что называется. Я считаю так, что это сделано специально, и еще раз говорю, вот аналитики, эксперты так пишут, специально для того, чтобы разогнать эту волну. Все делается, чтобы разобщить, расколоть, размотать. Понимаете, в чем дело? Значит, этой ситуации не получается. Пусть вопрос мигрантов. Вопрос мигрантов, он везде чувствителен. Возьмите Париж, там вообще уже нет французов, по-моему. Или какую-нибудь другую страну. Вон, возьмите США, там прорывают мигранты вообще все, что можно. Все там эти, значит, заборы ломают там и так далее, чтобы проникнуть. Вопрос миграции везде очень чувствительный вопрос. И на этом играют очень хорошо. В данном случае здесь тоже играют они. Потому что выбор очень не случайен. Это же не просто вот, значит, из этого террористической организации запрещенной, какой-то там добровольческий корпус, да, пустили, вот они пошли. Нет, они выбраны специально, чтобы потом, если что, сказать, а это иги. А они взяли и сами признались, мы за деньги, нас вербанули, понимаете? Ну, все, то есть, это уже, они же сами же и противоречат. Вот. Но при этом некоторые, я смотрю, в комментариях начинают писать там какие-то лозунги уже. Россия многонациональная, многоконфессиональная страна. И я вам хочу сказать, что совсем недавно, например, я прочитал, как, кстати говоря, вот, по-моему, таджикский мальчик, значит, спас утопающую девочку. Вот, что-то совсем недавно что-то такое было. Я сейчас поищу специально. Значит, и я сейчас посмотрел, друзья, и за это время огромное количество мигрантов, действительно, которые работают на очень тяжелых работах, на которые, например, люди в Москве не идут работать. Ну, допустим, значит, дворник с пяти утра и вперед. Понимаете? Много, очень много. На стройках там и так далее. Это очень тяжелая работа. И я могу сказать, что знаю людей, приехавших, и могу сказать, что я с ними общаюсь. И это очень интеллигентные люди. Ну, например, я помню, у нас там в одном месте делали ремонт, и оказалось, что мужчина, который делает ремонт, он доктор наук. Доктор наук, представляете? Ну, просто он у себя на родине доктором наук не может заработать столько, сколько он заработает в России, делая ремонт. Ну, вдумайтесь на секундочку. И в высшей степени люди интеллигентные и приличные. Много совершается, конечно, всяких разных моментов. Но еще раз говорю, не надо это расшатывать, раскачивать и сейчас разгонять. Это выбрано еще специально для этого. Чтобы граждане России сказали, ага, да это же вот, смотри, это же мигранты тут это делают. Здесь нет вопроса, мигранты это или не мигранты. Здесь совершенно другой вопрос. Здесь в глобальном абсолютно моменте идет, значит, в глобальном абсолютно моменте идет понимание того, скажем так, да, кто здесь организатор, куратор и так далее. Это понятно по каким-то уже вещам. Вот предыдущее моё видео можете посмотреть, но тем не менее. Поэтому я призываю всех к большой великой сдержанности. Самое главное, то, что мы сплотились вокруг нашего президента Владимира Путина. Но этот вопрос не надо разгонять. Это сейчас специально же сделано. И те, кто разгоняет, и те, кто начинает говорить там, что мигрантов там туда-сюда, как там, что пускают всех, очень много. Я вам хочу сказать, это причем даже не у нас. Это, скорее всего, отрабатывают там, из сопредельного государства в комментариях заливают, чтобы разжечь, поджечь, понимаете? Любыми способами сейчас им нужно это сделать. Потому что они же потратили определенные усилия, деньги, там все для того, чтобы совершить то, что было совершено. Поэтому им надо как-то раскрутить хоть каким-то образом. Ни в коем случае не помогайте врагу, я скажу так. Я не побоюсь с этого слова. Потому что те, кто купился на эту удочку и начинает это разгонять, говорить об этом, это исключительно сейчас негативный момент. Потому что, еще раз говорю, то, что нужно проводить профилактику среди мигрантов, это действительно так. Но среди них есть огромное количество людей, которые реально приезжают работать в тяжелых условиях, в отрыве от семьи, от родины, чтобы заработать и отправить туда деньги, чтобы люди там могли жить и выживать. И они трудятся день и ночь здесь. Поэтому, еще раз говорю, что профилактика проводится правоохранительными органами. Большинство преступлений пресекается. Страна у нас очень большая. Если мы возьмем какую-нибудь Францию, например, которая по размерам, понимаете, какого размера, и то там с ума сойти, какой вопрос с миграционной политикой. Возьмите Россию, какого она размера. И посмотрите, что у нас ситуация гораздо лучше, хотя должна быть гораздо хуже, с учетом, скажем так, масштабов страны. Но ситуация гораздо лучше. В разы, в десятки раз. Потому что работа ведется. В данном случае, в данном случае проводится, сейчас я прочитал проверка, они граждане России, насколько понял я, законно ли они получили там это все и так далее. Поэтому, ну это судя по телеграм-каналам. Поэтому, друзья, будьте бдительны. Еще раз повторюсь, будьте бдительны. В семье не без урода. И нельзя кого-то одного, скажем так, начать под одну гребенка всех грести и говорить, что это так, а это так, а это так. Это чувствительный вопрос. Он и выбран по этому, потому что он чувствительный. Вот и все. Чтобы опять раскачать через это тоже. Чтобы начали обсуждать, что осмотрите, а не досмотрел кто-то там еще, еще что-то. Поэтому будьте, пожалуйста, бдительны, друзья. Очень аккуратно с этим сейчас нужно быть, потому что, еще раз говорю, это возможность разобщить нас, разъединить нас. Вбить клин, понимаете. Их одно взбесило больше всего. Колоссальная поддержка людьми президента Владимира Путина. Им нужно вбить клин между властью и людьми. Не допустите этого. В первую очередь, вот по таким вещам. Понимаете, для чего это делается. Читайте между строк, зачем выбраны именно вот эти граждане. И так далее. Друзья, будьте настороже, соблюдайте информационную гену, получайте информацию только из официальных источников. С вами был Будда Гришин, друзья. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришина. Новости. Успехов, здоровья. Всем пока, до встречи.